Свою встречу с ветеранами афганской войны, а также вдовами погибших воинов, мэр города Александр Рогачук с самого начала обозначил как рабочую. Это уточнение ничуть не повлияло на торжественность и особую значимость мероприятия, однако задало тон беседе. Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, защищая чужое отечество, не может и не должна кануть в лету. Но сегодня особенно важно не забывать и о тех, кто потерял не просто солдат, военных защитников, тех, кто остался без семейного защитника, мужа, отца, сына, без сильного мужского плеча. Я позиционирую эту встречу как рабочая встреча, потому что жизнь продолжается, никто не молодеет, естественно, возникают социально-бытовые какие-то проблемы у вдов, у матерей, у детей, воинов, погибших в Афганистане. Поэтому, конечно, эта встреча прежде всего рабочая. Вместе с тем, считаю, что эта встреча имеет и большое нравственное значение. Мы показываем, что эти люди не забыты, что мы помним. Мы знаем. И хочу особо отметить, что благодаря активной работе нашего городского общественного объединения воинов-афганцев, вот именно категория вдов, категория матерей погибших воинов не забыта. Решение бытовых вопросов, которые возникают у вдов, воинов, интернационалистов – мера неоднократная. Уже не один год городские власти оперативно откликаются на просьбы и пожелания жен, детей и матерей павших солдат, стараясь на деле оказать помощь и поддержку. Большое внимание уделяется и ветеранам тех боевых действий, солдатам, которые с честью и достоинством выполнили свой воинский долг. Хотя они, как и положено настоящим мужчинам, чаще всего стараются решать возникающие вопросы самостоятельно, лишь иногда прибегая к чужой помощи. Притом, чаще всего помощи таких же воинов-интернационалистов, как и они сами. 15 февраля мы отмечаем 26-ю годовщину вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. В этот день мы вспоминаем наших друзей, которых потеряли на той войне, товарищей, которые сейчас находятся далеко за пределами нашей общей Родины и тех, кто рядом. Мы смотрим на пожелтевшие фотоснимки и вспоминаем, какими мы были в то время. Сегодня в условиях, когда на планете то и дело вспыхивают вооруженные конфликты, особенно важно оглянуться назад, вспомнить о том, что ни одна война еще никогда и никому не приносила счастья. Предельно честно и открыто об этом говорят те, кому довелось лицом к лицу столкнуться с реалиями военного лихолетия. Мы сейчас живем в такое время, когда нельзя отгородиться высоким забором от происходящих в мире событий. Именно поэтому ветераны войны, которые на себе испытали, что же такое война, активно участвуют не только в социальной поддержке ветеранов, инвалидов, членов семей, но и в воспитательной патриотической работе, для того, чтобы наша молодежь не потеряла историческую память. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.